Привет! Что-то давно меня не было на ютубе, но я обещаю исправиться и сегодня мы с тобой будем делать потрясающую иллюстрацию, которую я рисовала для одного из своих последних проектов. И сейчас ты ее видишь на экране. А знаешь где мы ее будем делать? В фильме, с нуля. Что не веришь? На самом деле это лишь банальная игра света и тени и ничего сложного в этом нет. И надеюсь, что ты сможешь повторить результат. Готов? Погнали! Итак, давайте начнем. Первым делом мы создаем холст размером 1200 на 901 пиксель. Итак, начинаем. То есть из каких элементов у нас состоит фигура? Смотрим. Самое первое, да, давайте уберем растровую графику, которая у нас здесь есть и посмотрим. То есть первое это прямоугольник, второе круг, два круга, да, третий круг, овалы, ну и собственно говоря все. Итак, давайте начнем мы с прямоугольника. Давайте мы сделаем чуть-чуть посветлее, чтобы вам было видно. Отлично! Заливаем фон, берем инструмент прямоугольник, создаем ровный прямоугольник и скругляем углы до 60 пикселей. Отлично! Давайте мы зальем ее в цвет фона. Окей! Ну и продолжим разбирать нашу фигуру. Что у нас здесь есть? Самое первое, обратите внимание, у нас есть внутренние тени, да, которые у нас находятся внутри для создания объема и внешние тени, которые находятся у нас снаружи. То есть вот она и вот здесь небольшое свечение. Давайте начнем с внутренних теней. Немножко перевернем, как у нас на картинке. Начнем добавлять тень. Чтобы вам было видно, я буду делать чуть-чуть более контрастно. Сдвигаем. Делаем достаточно мягкую тень. Отлично! Можно немножко уменьшить параметр спринт, чтобы у нас сюда черная тень не шла. Продолжаем. Создаем еще одну тень, только теперь она у нас будет светлая. Возьмем цвет фона и выведем его в не более светлый цвет. Выводим координаты x и y в отрицательные значения. Немножко уменьшаем параметр спред и делаем плюр. Отлично! Смотрим. То есть тени у нас получились. Продолжаем. То есть теперь нам нужно добавить внутренние тени. Inner shadow. Добавляем. Самая первая тень у нас будет светлый. То есть берем опять же цвет фона. немножко размываем и добавляем здесь 4. Окей! После этого давайте сделаем чуть больше, а параметр блюр чуть меньше. 10 и 10 вполне достаточно. Отлично! Эта тень нам нужна, чтобы отделить объект от нашей поверхности. Окей! Давайте мы светлую тень немножко сделаем менее контрастной. Изменяем параметр непрозрачности. Отлично! Теперь нам нужно добавить внутреннюю тень на сам прямоугольник. Окей! Берем, добавляем inner shadow. Теперь мы делаем отрицательные значения. Давайте сделаем минус 10, минус 10. Для того, чтобы было видно, я сейчас отключу тени. Вот она, видите? Смотрим. Выравниваем. Добавляем параметр blur. Ну и после этого меняем непрозрачность. Окей! Возвращаем тени назад. Как вы видите, у нас получился достаточно объемный элемент, как в стиле неоморфизм. Окей! Что нам еще нужно сделать? Нам нужно отделить предмет от фона в этих местах и в этих местах. Это можно сделать с помощью градиента. Добавляем градиент. Берем более светлый цвет. Выводим сюда. Смотрим. То есть видите, да? У нас получается уже более объемный элемент. Отлично! Давайте мы еще добавим одну внутреннюю тень, точнее внутреннее свечение. Оно у нас будет светлым. Чуть-чуть его сильнее разбоим. Отлично! Как вы видите, эффект объема у нас появился. То есть теперь у нас элемент кажется объемным. Давайте посмотрим, может быть нам стоит немножко его сдвинуть. Я бы сделала вот так. Окей! Смотрим дальше. То есть, какие элементы у нас есть еще. У нас есть три круга, да? То есть внешний круг, внутренний круг и посерединке. Давайте мы их добавим. То есть берем стандартный круг, выравниваем по объекту и продолжаем делать. То есть теперь что нам нужно сделать? Нам нужно взять цвет с фона и элементов и давайте рассмотрим наш круг. Что у нас здесь есть? Во-первых, у нас есть стечение внизу и наверху, чтобы создавался эффект конуса, такого выпуклого объекта. Окей! Продолжаем добавлять свечение. То есть берем Drop Shadow сначала. Добавляем сначала затемнение, сдвигаем его немножко, уменьшаем параметр Spread и размываем. Окей! Видите, да? Эффект начинает появляться. Окей! Добавляем Другой элемент освещения. Что-то я далеко убила. Прошу прощения. Берем светлый. Точно также размываем. Ну и дальше смотрим по непрозрачности. Давайте немножко увеличим. Смотрим. Как видите, да? Эффект выпуклости у нас появился. То есть как и на нашей фигуре референсии. Давайте мы сделаем чуть-чуть побольше блюр. Что здесь? Ну и здесь тоже. Окей! Продолжаем. Сейчас мы дублируем наш объект с нашими тенями. Уменьшаем круг. Выравниваем по центру. Смотрим. То есть для того, чтобы сейчас этот круг у нас наоборот вошел, что нам нужно сделать? Нам нужно первое. Поменять местами. То есть давайте мы уберем наши тени. Самую первую тень добавляем с отрицательным значением. Размываем. Смотрим. Окей! И добавляем вторую тень. Только уже светлую. С положительными значениями. Размываем. И уменьшаем непрозрачность. Что-то пошло не так. По-моему, я где-то накосячила. Давайте посмотрим. Может быть у нас здесь должна быть светлая все-таки тень. Да, чтобы у нас возник эффект как будто бы у нас внутри, нам нужно добавить и здесь внутреннюю тень. Давайте добавим. Тоже параметр 4. И немножко размываем. Смотрите, видите, да? У нас объект как будто бы вошел туда. Оп! Окей! Так, и теперь смотрим здесь. То есть что нам нужно сделать? У нас есть две светлых тени. Вот эту вот тень нам нужно сделать темной. Правильно? Размываем. Отлично! И нам нужно добавить еще одну внутреннюю тень. Только с отрицательными значениями. Минус 4, минус 4. Вот сюда вот. Отлично! У нас получилось даже, по-моему, лучше, чем на нашем референции. Продолжаем. То есть что нам нужно сделать? Видите, да? Здесь у нас объект уходит в темноту. Соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно затемнить наш круг. Продолжаем. Что нам нужно сделать для того, чтобы сделать аккуратную фишку? Ну, давайте мы начнем. Начнем мы работу рядом. Самое первое. Мы создаем круг. Давайте мы сразу все круги, которые у нас будут на фишке, нарисуем. У нас их будет 4. Ой, 3. Нарисовали. Отлично! Для того, чтобы сделать вот такую вот полосочку, нам нужно немножко поработать с градиентом. Итак, добавляем параметр fill. Берем градиент angular. Ну и делаем. Знаете, что мы делаем? Смотрите. То есть самое первое. Нам нужно добавить две точки светлых. Сохраним цвет. И каким образом мы будем создавать градиент? Обратите, пожалуйста, внимание. Мы берем две точки. Ну, допустим, вот здесь. Сюда ее придвигаем. Вторая точка. Теперь создаем третью точку с темным цветом. Включаем градиент. Отлично! И теперь нам надо эти точки практически соединить. Все. Таким образом нам нужно сделать весь круг. То есть берем. Зажимаем control у меня. Делается это несложно. После того, как вы завершили наш круг. Сделали, да? Давайте мы сгруппируем элементы и найдем плагин, который называется Skevdat. Теперь нам нужно настроить овал. Сделать так, чтобы он у нас... Ну, сильно не нужно. Отлично! Берем нашу фишку. Уменьшаем. И смотрим. Нет, наверное, нужно сильнее. Отлично! Еще раз применяем плагин. Отлично! Оставьте небольшие зазоры здесь и снизу. Они нам пригодятся. Итак, последний эллипс, который мы с вами нарисовали, нам нужно продублировать. И сделать ему фон. Дублируем мы его вниз. Фон пока делаем как у нас везде. Окей. Уменьшаем. Сейчас нам нужно сделать фишку. Чуть более объемной, чем она у нас есть на самом деле. Окей, как это сделать? Опять же с помощью добавления градиента. Добавляем градиент. Я обычно беру радиальные градиенты. Так гораздо удобнее. Добавляем немножко света. Тень. То есть в большинстве случаев вот именно эта работа, это игра света и тени. Так, добавили свет. Отлично! Добавим еще один градиент радиальный. Теперь мы добавим тень. Отлично! Немножко уменьшим объект и посмотрим. То есть получается ли у нас фишка объемная? Ну, уже более-менее получается. Давайте теперь продолжим играть внутренними и внешними свечениями. То есть где у нас будет внутренняя тень? Ну, так как у нас объект находится внутри круга, соответственно, нам нужно добавить внутреннюю тень и достаточно большую. Отлично! Добавляем еще одну внутреннюю тень, только теперь с отрицательными значениями. Сейчас мы добавим небольшое свечение внутри нашего объекта. Размываем его. Смотрим. Фишка уже перестает быть плоской. Отлично! Продолжаем. То есть для того, чтобы вот этот вот элемент казался немножко объемным, нам нужно пододвинуть внутренний круг чуть дальше. То, что видно глазу, оно будет ближе и, соответственно, здесь будет оказываться больше. Окей, пользуясь этим правилом, мы немножко сдвигаем наши элементы и продолжаем работу с градиентами и тенями. Давайте добавим внешнюю тень, чтобы сделать элемент более объемным. Так, давайте добавим тонкую тень с отрицательным значением. Примерно вот так. Размоем. Отлично! Как вы видите, у нас становится объект более объемным. Продолжаем работать с тенями. Берем радиальный градиент на нашу верхнюю фигуру. То есть там, где у нас тень, мы опять же ее добавляем. И давайте немножко поиграемся. Здесь тоже добавим радиальный градиент. Сделаем непрозрачность побольше. Отлично! Как вы видите, у нас эффект объема добавляется, да? То есть постепенно, как только мы добавляем тени, у нас добавляется и объем. Отлично! Только, мне кажется, я большую тень сделала. Окей! Добавим светлую тень. Можете цвет взять прямо с нашего градиента. Ну и немножко перевернем его. Смотрим! О! Супер! Давайте добавим еще одну светлую тень на наш объект. Тоже возьмем цвет уже с имеющегося объекта. Поправим непрозрачность. Отлично! Если вы присмотритесь, то объект у нас стал прям максимально объемным и максимально приближен к нашему результату. Но не хватает кое-где градиента. Продолжаем его добавлять. Сейчас мы сюда немножко добавим темноты. Смотрим! Отлично! Нам нужно еще нарисовать тень от нашего самого большого эллипса. Давайте сделаем эффект. Drop Shadow. Смотрим, куда она у нас падает. Вот сюда вот. Размываем. Отлично! Давайте добавим еще одну. Только чтобы она у нас падала. Вот сюда. Немножко уменьшим параметр Sprite. И размоем нашу тень. Смотрим! Как вы видите, у нас получился максимально объемный эффект. Для того, чтобы добавить на него цвета, давайте продолжим. Давайте мы сгруппируем. Групп. Отлично! Берем Ellipse. Делаем его любимым вашим цветом. Но я хочу сделать голубой. Эффект. Lower Blur. Параметр можете выставить очень большой. Ну, допустим, 500. Смотрите, для того, чтобы добавить цвет, нам нужно просто выбрать параметр либо Color, либо попробовать даже Soft Light. Тоже будет неплохой эффект. Можно добавить, допустим, красного. Суменьшим параметр Blur на 300. Отлично! Сделаем цветовых немножко пятен. Для того, чтобы добавить эффект шума, который у нас виден при ближайшем рассмотрении, нам нужен плагин, а называется он Noise. Выставите параметры, как у меня, инвертированный. Отлично! Берем. Давайте мы сразу поместим его в наш Frame. Супер! Overlay и непрозрачность где-то 10%. Как вы видите, эффект, да, как будто бы настоящий элемент объемный, который можно потрогать. Все остальные элементы, за исключением кругов, сделанных в Photoshop. То есть мы их просто добавляем на наш объект, как вы хотите. То есть они у меня уже сделаны, поэтому я показывать это не буду. Оп! Готово! Надеюсь, ты смог повторить результаты, тебе было очень полезно. Не забудь поделиться своим результатом в Stories и отметь меня. Я буду рада посмотреть на то, что у тебя получилось. Ну и подписывайся на мой YouTube канал и, конечно же, Instagram. Все самые полезные и свежие новости о дизайне именно там. На этом все. Увидимся в следующем видео. Пока!